Каждый раз, прилетая к Гренландии, я ощущаю какое-то особое чувство. Вот Гренландию видно. Слушайте, вот Гренландия, ребята, вот посмотрите, Серега. Вот айсберги, посмотрите, огромные айсберги. Какая красота. Да, и вот, посмотри, вот начинается. Вот ты каждый раз, когда вот так видишь Гренландию, честно, у меня уже побежали мурашки по коже. Само месторасположение Гренландии, то есть, такое, как бы, немножко уникально. Она действительно находится, как бы, посередине, ну, практически ничего. Это огромная страна. Если вы просто померяете, огромный остров, точнее, это не струна, это остров, это часть Дании. Если вы померяете, просто посмотрите расстояние, то есть, с севера на юг, она простирается почти на 2500 километров. И в самом широком месте ее ширина порядка 1000 километров. При этом она больше 1000 километров отделена от Исландии, это ближайшего острова, и больше 1000 километров от Канады. То есть, вот она невероятна. Вот когда ты заходишь и видишь, слушай, вот только ради этого нужно летать. Вот тут другое небо, тут другой воздух. И, наверное, вот сейчас я хотел бы рассказать вообще, в принципе, о особенностях полета в Гренландии. И, наверное, о гренландской авиации. Потому что это одно из тех мест в мире, где авиация, ну, принесла, ну, колоссальный вклад развития этого места. И вот непосредственно вот это айскеп, ледник, который стекает. И, блин, и это невозможно увидеть без авиации. Вот люди, он не может, сюда человек не может ни приплыть, ни прийти, ни приползти никак. Многие скажут, небо как небо, но оно здесь совершенно другое. Здесь достаточно сложно летать. Здесь абсолютно непредсказаемые погоды. Пилоты, конечно, которые здесь летают и работают постоянно, это великие пилоты. Наверное, я готов перед ними снимать шляпу. Потому что в тех условиях такого колоссального, ну, меняющихся погоды, постоянно меняющихся условий полета. И, в общем-то, вот отсутствие видимости и горы, ледяная шапка. Это очень сложные ветра. Здесь одно из самых сложных мест, наверное, в мире для полета. Гренландию, когда на нее смотришь в Google Maps, это большое, или там на карте, это большое белое пятно. Это на самом деле так и есть. Это огромная-огромная, на тысячи километров ровная белая снежная плата. Вопрос в том, что это одно из самых безопасных мест в мире для полета. Причем, так как здесь организована именно структура полетов, она действительно, вот, безопасность, она именно чувствуется. Потому что далеко не во всех аэродромах, аэропортах есть инструментальные заходы. И, естественно, люди летят в тяжелые условия, и самолеты, опять же, то же самое обреденение. Но ты постоянно докладываешь, ты постоянно находишься на связи с диспетчером, тебя постоянно контролируют. То есть они всегда знают, где ты находишься в какой-то точке. Даже если в этот момент нет радиосвязи и нет радиолокационного покрытия, ты должен постоянно докладывать, в каком месте ты сейчас находишься, с какими координатами, и в каких координатах, в которое время ты будешь. Чтобы диспетчер, если ты не доложил в этой точке, четко знал, что что-то произошло. И здесь очень эффективно работают спасательные службы. Мы имеем в виду древесу и древесу, чтобы, если вы не получите древесу, если у вас есть один из модернских древесу, вы можете оставить в воде 48 часов, если это действительно инсулирование. Вы не можете fly в них, потому что они бульки, но если вы просто не готовите, в древесу, нажмите в древесу, поставьте в древесу, поставьте его в древесу, и вверху. При этом здесь очень сильно развита авиация, потому что фактически дорог в Гренландии нет. Нет автострад, нет железных дорог, нет ничего. То есть дороги, если она уходит на несколько сотен метров от города, ну, может быть, километров от города, это уже много. И вся связь между населенными пунктами, она осуществляется или по воде, или по воздуху. Ну, и естественно, то есть по воде это может быть только в летний период, потому что в остальной период, когда здесь замерзший или паковый лед, или просто лед, или паковый лед, это невозможно. И вообще, наверное, если говорить об истории авиации в Гренландии, впервые действительно документированный момент прилета здесь был в 1925 году. Эта датская летающая лодка прилетела сюда для исследовательских целей. А потом, где-то в 1930-е годы сюда действительно прилетали исследователи, прилетали из США, прилетали из Канады, прилетали из Дании. И они, в общем-то, люди, которые летели сюда при засутствии какой-либо навигации, при отсутствии какие-то карты. И они находили, причем, что ориентировка здесь крайне сложнейшая. Потому что горы, а во-вторых, если ты уходишь в сторону ледяной шапки, то там фактически просто белое пространство, которое, когда еще ты летишь под облаками, горизонт просто сливается, и ты не понимаешь, где вверх, где низ, и где находится горизонт. Сейчас еще очень хорошо понять, вот эти мелкие облака, они дают тень. Но одна из основных проблем вот здесь, что, допустим, если бы мы сейчас летели под облаками, то ты не понимаешь вообще, ты летишь как будто бы в молоке. Потому что облака абсолютно сливаются со льдом, и получается просто белая масса. И в том числе у северных пилотов, которые летают на снег, на лыжи, это есть проблема. Когда ты хочешь сесть на снег, ты не можешь понять высоту, ты не можешь сориентироваться. Если какая-то что-то, пятнышко есть, гора или торчит хустик, мозг понимает, определяет высоту. Если абсолютно все ровное, чистое, белое, ты не можешь понять, на какой высоте ты находишься, и часто самолеты в итоге втыкались носом в снег. Для этого даже существует правило, если летит самолет на снегу, вот, большой площадь, не за что зацепиться, надо какие-то темные пятна бросить на снег. Даже была, по-моему, инструкция, что люди, которые встречают, должны лечь в темной одежде, где-то рядом с полосой, на снег, в момент посадки самолета. И тогда взгляд ловит их и вычисляет все-таки высоту, на какой самолет находится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА